Во всех учебниках психиатрии, когда рассматривают этиологические факторы, почему какие-то люди стали психопатами, значит, там говорят, что это генетические факторы, эндогенные, но есть важный экзогенный фактор, внешний. Значит, он называется... Почему люди становятся психопатами? Потому что их подвергают гиперопеке. Ну, если ты психопат по рождению, и решил что-то отчудить, то в целом можно дать тебе позаду, и ты подумаешь в следующий раз чудить или не чудить. И если тебя там, условно говоря, с трех лет активно приучают не чудить, то хоть ты будь очень сильным психопатом, ну, возможно, ты как-то будешь знать, где границы твоей психопатии, и где-то должен себя удерживать. Значит, в современном мире у нас детей, дети стали этим... Культ, да, ну, ладно, такие цветочки, вот, лютики, вот, и так далее. Ну, вот, целовать в попу, вот это воспитание, пусть делает, что хочет. Ну, и вот это вот то, что у нас все дети оказались в результате гиперопеки, да, их развлекают, значит, им не дозируют удовольствие. Поэтому у нас инфантильность, это она начинается, инфантильность детства. Я тут всем привожу это в пример, что у Канта есть знаменитая статья 1784 года, где он там ответ на вопрос, что такое просвещение. Да, и суть этой статьи состоит в том, что люди находились в детстве, в инфантильности, вот, но сейчас, благодаря знаниям, они стали способны думать своим умом. А вот главная идея, что вот взрослость, человечество повзрослело, да, мы можем думать своим умом. Ну, понятно, что когда есть только церковь, которая вам говорит, там, это праздник, это не праздник, это, значит, молитесь, тут можно, тут нельзя, и больше у вас нету никаких источников информации, да, вы как вы можете думать своим умом? Вы не можете, да. По мере того, как появляется Ньютон, Локх и там дальше все пошли вперед, появляются знания, которые вас заставляют, помогают вам думать критически, видеть какие-то аспекты реальности, там, и так далее, и вы можете думать своим умом, да, где-то принимать на себя ответственность, совершать какие-то поступки, исходя из того, что вы сами надумали, там, и так далее. Ну вот, но просвещение закончилось. Как бы там ни было, мы сейчас входим в эпоху вот этого мета-модерна, а в эпохе мета-модерна главная идея состоит в том, что вы можете сочетать несочетаемое. Ну, то есть вы можете взять взрослого человека и одеть его в веселые детские кроссовочки, и это вызовет невероятную радость. Я когда одеваю кроссовки, вот, в интернет-трансляции больше ни про что не могут говорить, да, вот, и это такая демонстрация мета-модерна. Хочешь, чтобы обезьяны активизировались, вот, значит, надо сочетать несочетаемое. Они сразу весело начинают прыгать по веткам. Вот, да, думает, что это за кроссовки. Я не знаю даже, что это за кроссовки. Ему очень интересно. Вот, да, и мы вошли в эту эпоху мета-модерна, да, 10 самых кассовых фильмов всех времен народов. Какие? Вселенная Марвел. Просто чтобы вы, как бы, плюс-минус, да, понимали, что огромные массы людей ходят смотреть мультиков, мультики про супергероев. Ну, то есть, я понимаю, там, племянник, а мой бегал и говорил, что ему надо все с Человеком-пауком, понимаете, но явно туда какие-то люди пошли постарше. Ну, вот. Это нормально. А вот компьютерные игры, например. Значит, 2016 год. Индустрия компьютерных игр. 6 миллиардов долларов. Сейчас, по прогнозу, 2020 год. 42 миллиарда. Что? Надо вкладывать? Да, надо. Вот. За 4 года. Мы просто впадаем в детство, Канта бы просто плакал. Вот. Сидел бы и плакал бы, и плакал бы. Села на берегу Рео Пьедра и заплакала. Или что там? Вот. Да. И вот, соответственно, инфантильность, она превращает всех в эгоцентриков. Потому что это ваша игрушка, ваш горшок. Не писай мой горшок. Мой, да, здесь, помню, стихи такие были. Вот. Да. Инфантильность, она, конечно, эгоцентрична. И она эгоцентрична, потому что дети, они считают, что их хочу является, как бы, приоритетным, да? Что там вы говорили про другого? Хочу, да? Дайте мне это сейчас здесь, да. И еще очень важно, что на это влияет, на эту инфантильность, время. Вообще феномен времени, да? Почему вкладку времени в свое время написал, она стала, как бы, предтечей всего, что я после этого написал по мышлению. Вот. Но время очень важная конструкция. Вы задумайтесь сами. Значит, если между моим хочу и его удовлетворением возникает временной промежуток, я всю дорогу должен заниматься интеллектуальной работой по достижению, там, по удержанию, там, я не знаю, и так далее. Ну, то есть, условно говоря, если вы хотите есть, да, и вам нужно для этого пойти убить зверя, там, собрать колени, там, еще что-то, от вашего хочу к моменту этого вы занимаетесь интеллектуальной работой. Когда хищник лежит, дурака валяет, нажравшись, вот, это, нет интеллектуальной работы, но когда он становится голодный, он начинает, так сказать, передвигаться, получать информацию из внешней среды, выявлять, так сказать, бегающие калории и прочее. У него начинается интеллектуальная деятельность. Наша инфантильность состоит в том, что как с детьми. Я хочу сейчас, не завтра, вы не можете сказать, ладно, ты хочешь вот это, давай будет завтра. Вам ребенок, что он это скажет? Он не понимает завтра, в его еще голове нет времени, он его не может представить, ну, то есть, он слово-то знает, но вот, но продлить свое желание до завтра, это для него становится катастрофой. Вот, и это нынешнее, потому что любое хочу удовлетворяется здесь, сейчас. Для этого есть все сервисы, которые предоставлены вам, если вам тут же, раньше кино посмотреть какое-нибудь, или книжку почитать, в очереди мы ставили книжку почитать. Книжку. Сейчас, если, понимаете, тут вам в каком-то сервисе не выдали моментально кино, которое вам тут где-то кто-то врядкнул, что надо посмотреть, вы же считаете, что вас просто оскорбили в лучших чувствах, правильно? Что это за устройство, в котором нет всего? Волшебный горшочек сзади, сто поцелуев. Ну, такое, да? Вот, поэтому инфантильность, из-за того, что все желания удовлетворяются сейчас, и нет необходимости разворачивать время, в котором может происходить интеллектуальная работа, и в котором появляются другие люди, как те, с кем я должен что-то делать для того, чтобы мое «хочу» продолжалось. Да? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...